Запасы СОИ на украинских предприятиях. Новый проект для сравнения опыта агрологистики Украины и других стран. Квоты на агропродукцию. Об этом и не только смотрите в сегодняшнем выпуске. С вами новости агробизнеса и я их ведущая Татьяна Шапира. Новости агробизнеса. Мариупольская инвестиционная группа в партнерстве с Центром транспортных стратегий запустили новый проект LAB Logistics AgroBenchmark. Проект направлен на сравнение опыта агрологистики в Украине, Германии и Франции. Команда планирует посетить более 15 аграрных и логистических предприятий стран Евросоюза и детально изучить специфику генерации и транспортировку грузопотока зерна и других видов аграрной продукции, построение логистических цепочек, стоимость и скорость выполнения погрузочно-разгрузочных операций и другие аспекты. LAB будет состоять из двух этапов. На первом этапе специалисты планируют посетить Германию и Францию, на втором – США. Результатом проекта будет отчет, который Центр транспортных стратегий презентует рынку и органам власти. Компании выделят лучшие западные практики и оцифруют их эффективность. Вступила в силу решение Европейского Союза о предоставлении Украины дополнительных торговых преференций, которая будет действовать в течение трех лет. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook. Он отметил, торговые преференции являются дополнительными к соглашению о зоне свободной торговли с Евросоюзом. Это означает увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, которую Украина может экспортировать в Евросоюз без уплаты пошлины на протяжении трех лет. Напомним, что установлены следующие дополнительные годовые квоты. Мед – 2500 тонн, обработанные томаты – 3000 тонн, пшеница – 65 тысяч тонн, кукуруза – 625 тысяч тонн, ячмень – 325 тысяч тонн. Команда проекта «Агрополигон» приехала на предприятие «Ланагра», которое обходит в структуру агропромышленной группы «Арника», чтобы узнать о технологии выращивания органической сои и оценить результаты на полях. Подробнее на latifundis.com. С вами были новости агробизнеса. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok